всем привет как всегда спасибо вам за то что материально поддерживаете канал за то что пишите комментарии за то что делитесь со мной своими мыслями я делюсь с вами своими не мыслями какие у меня мысли откуда меня мысли вообще никаких нет мысли делюсь своими воспоминаниями и эмоциями и чувствами и до сих пор целую лавину чувств не вызывает вот эта пластинка группа до ху под названием хуаю 1978 год последний альбом с китом муном он успел записать пластинку но концерты отыграть не успел потому что умер и эти песни стали звучать на концертах только в 1979 году уже с другим немножко составом с другим барабанщиком с добавленным клавишником потому что пришла необходимость уже клавишнике постоянном на концертах вот а эту пластинку мы слушали с андреем свином по новым бесконечно она была в его коллекции потом я купил себе такую же пластинку наталочки у юного техника и мы просто заслушивались ей андрей обожал группу до ху в частности вот этот альбом потому что всех пластинок до ху у нас не было их было немного by numbers у нас пластинка ходила между нами квадрофинея естественно и томми остальные как-то так пришли потом уже позже а хуаю это был для нас просто ну какой-то альбом золотой и он до сих пор для меня такой же золотой и на мой взгляд для меня лично он наверное лучше из всего что я слышал отдыху хотя у меня есть практически все их пластинки и все люблю они все хорошие это прекрасная группа питтаунсенд удивительный композитор один из самых ярких на рекомпозитор в рок-музыке ну мне так кажется всего всего того объема рок-музыки которые я слышал на протяжении своей жизни ну я говорю о рок-н-ролле сейчас то есть а роке а рок-н-ролле в широком смысле этого слова не о джазе не экспериментальных вещах каких-то именно о рок-группах в этом смысле да конечно таунсон для меня это величина какая-то недосягаемая недостижимая пластинка очень интересная она по звуку она является чем-то средним между квадрофинии смысле такой не помпезности не пафосности а грандиозности и наверное предыдущего альбома by numbers абсолютно рокового я про него расскажу отдельно это если говорить о втором периоде все они и дыху то это самый роковый альбом самый лаконичный такой самый жесткий by numbers да это львом собственно после by numbers и был записан но если by numbers вышел в семьдесят пятом году то эта пластинка в 78 три года разницы за это время таунсон выпустил два сольных альбома роджер долтри выпустил три сольных альбома kit moon и entwistle по моему ничего не выпустили хотя у нет ум он уже есть сольная пластинка у инт висла тоже я не помню в какие годы это было записано мне кажется раньше мне кажется вот эти но с этим не три года два года потому что всеми седьмом начали работу над этим альбом два года в общем прозябали артисты ну пользуясь всеми благами шоу-бизнеса потому что денег было достаточно много группа была востребована и сейчас она востребована до сих пор в другом уже составе немножко ну хотя долтри таунсенд все хорошо вот но можно уйти в сторону легенды потому что конечно таунсенд собирался записывать пластинку и группа собиралась записывать пластинку новую новый альбом да и к этому все дело шло но можно если заказать легендировать всю эту историю то ключом к созданию данного альбома получила встреча пита таунсенда и музыкантов группы секс пистолс пола кука и стива джонса таунсенд имел очень неприятную беседу с аленом кайном по поводу денег по поводу авторских прав потому что кляйн купил долю вы знаете вы издательской компании таунсенда и часть значительная часть денег за его песни уходила этому нехорошему парню алина кляйна ну я прочитал вот недавно что часов 10 шел тяжелый разговор между кляйном и таунсендом и они пришли к соглашению значит таунсенд получил какие-то деньги большие достаточно серьезные но был в бешенстве абсолютно в раздрае плевался матерился и чувствовался отвратительно потому что столкнулся вот с этими хопугами в лице алина кляйна хопугами от музыки может таунсенд это музыкант творец композитор художника тут пришел какой-то урод который говорит только о деньгах и только деньги его интересует и больше ничего и конечно да еще и отбирает у артиста и чувствовал себя отвратительно пошел бухать пошел в какой-то кабак где встретил музыкантов группы sex pistols и как написано в воспоминаниях разных таунсенд думал что сейчас будет драка потому что это 77 год это взлет панк-рока вся англия это панк-рок это группы нового поколения которые ненавидят монстров тяжелого рока но кук и джонс подошли к таунсенду стали говорить о том как они его любят как они обожают музыку группы дыху а кстати говоря они начинали с играя ковера песен дыху sex pistols если кто не знает еще до прихода туда джонни роттона еще с другим названием еще несколько списывался и они стали признаваться таунсенду в любви чем растрогали невероятно этого человека и они подружились и стали общаться довольно долго не каждый день там да не каждый месяц даже не каждую неделю но приятельские отношения дружба между ними возникла между таунсендом и музыкантами sex pistols потом таунсенд говорил что каждую неделю он стал получать по 10 предложений продюсировать в разные панк-группы от чего отказывался потому что ему просто было не до того но это наверное послу это в любом случае это послужило толчком к написании песни хуа ю которая закрывает альбом грандиозное произведение которое кажется просто продолжением квадрофинии такое же оркестрова опер на огромное с распевами дол 3 с мощным драйвом с гитарами с синтезаторами с удивительным там спадом динамики в середине когда остаются клавиши одни и голосовая гармония хуа ю которая поет в разных в разной манере очень интересно прямо такое симфоническое произведение исполненная силами рок-группы дыху и весь альбом он выдержан в таком же ключе то есть как говорят это синтез арт-рока оркестрового да и панк-рока и все это вместе вот так вот сложилось ну и конечно манера дыху манера настоящих рок-н-ролльщиков из 60-х 70-х и и абсолютно классических и собственно грандиозное произведение очень много синтезаторов как мы любим все да но синтезаторы аранжирована партия синтезаторов аранжированы очень правильно очень классно все плюс живой оркестр плюс оркестровка в частности в песне love is coming down предпоследней на второй стороне очень красивая баллада которая как всегда отдыху начинается красиво если бить о балладах ну а медленных песен скажем так начинать красиво нежно-трепетно а потом все-таки мышцы вырастают прямо на глазах и так все начинается по-настоящему ну а в остальном новое звучание конечно новое звучание как я уже говорил синтезаторное что абсолютно не мешает рок-н-роллу вот такой классный получился сплав никакого ухода какой-то электропоп электро бит там как угодно можно называть старый настоящий тяжелый рок-н-ролл плюс синтезаторное звучание которое вообще как я уже сказал ничего не ломает и очень яростная пластинка она яростная она по-хорошему злая и и и дико эмоциональная sister disco песня в которой таунсенд написал адолт респел о том как он ненавидит все вот эту вот шваль клубную дискотечную всех этих пластмассовых героев всю эту пластмассовую музыку и уродливые танцы гудбай sister disco там поет под sister disco имеется в виду вся вот эта шваль вот это вот дискотечная music most change понятно что музыка должна меняться да и music most change который закрывает первую сторону это еще одно такое практически оперное произведение по построению прямо вот классическая какая-то музыка такая исполненная средствами старых настоящих еще тогда не старых на настоящих классических рок-музыкантов хаденаф где играет рот арджент на синтезаторах вторая песня тоже еще одно грандиозное полотно все песни здесь грандиозны тут таких простых рок-н-роллов нет вообще в принципе здесь столько написано на нотных станах на нотном стане что мама дорогая таунсенд это конечно величина серьезная можно эту пластинку сравнить даже по голосовым гармониям по построению по вот этой вот этому тяготению к симфонизму с группой queen даже где-то понятно что другие голоса совсем другие гитарные звуки на гитаре сыграны тут так удивительно так и мощно и и тонко и все на местах и агрессивно очень агрессивный альбом весь от начала до конца просто как как стрела летит очень мелодичный очень красивый барочный тяжелый все что угодно все эпитеты сюда ложатся сложный доходчивый ни одно худого слова сказать не могу самое главное что осмысленный у нас мысленно и таунсенд здесь прощается с этим вот пластиковым миром шоу-бизнеса просто практически в каждой песне это что музыка должна меняться и head and out и new song который начинает пластинку это новая песня новое звучание новые новое дыхание новый взгляд взгляд у него совершенно новые на все происходящее спета фантастически и мы конечно от этого альбома приторчали скажем так фотография на обложке аппаратура группа дыху которую выстраивали вот в эту стену целый день работники техническая служба дыху целый день под руководством фотографа значит так и сяк расставляли усилители колонки и прочее оборудование провода и все остальное чтобы сделать это фото и фото кита мула обрюзгшего уже уже достаточно такого уставшего но еще живого слава богу он кстати говоря здесь в одной песне практически не играл собственно music must change потому что со сложным размером ему было не справиться он неважно себя чувствовал и вообще он сильно страдал от алкоголизма он всегда в общем страдал от этой беды а всеми седьмом семьдесят восьмом году совсем стал нехорош но альбом сдюжил все-таки сдюжил записал и поиграл будь здоров как не так агрессивно не так безбашенно как на квадрофинии как на других ранних альбомах но четко точно за исключением того что 6 восьмых не смог сдюжить поэтому песня была записана вообще без барабанов там одни тарелки звуки тарелок туда вставлены что не умаляет ее плотности и и драйва потому что самое главное правильно аранжировка и без барабанов можно двинуть вперед произведение чем пластинка на мой взгляд как я уже говорил великолепно моя самая любимая из всего творчества духу жалко что пасну так получилось что до последнюю с кипом у нам может быть поэтому она кажется такой удивительный такой замечательный но не знаю не знаю это просто просто прекрасная музыка настоящий урок в хорошем смысле этого слова без дурацких вот этих каких-то бессмысленных слов а я прочитал нет в комментариях у одного человека что ну что тамwirаху ни одного красивого гитарного слова нет я не понимаю ее вообще этой фразы нет ни одного красивого гитарного солны что я не слушаю красивый гитарный соло я слушаю музыку а музыка здесь она она цельно она не подразумевает какие-то какой-то басовый риф и на этом басовом рифе какие-то перебирания нот бессмысленные бессмысленные беспощадные здесь ни одного лишнего звука нет ни одного случайного звука ни одной ни одной пустоты вот этот альбом все я пошел пить пока